Мы уже немножечко подустали, нам хочется пообщаться друг с другом, а не слушать очередную порцию докладов и каких-то разговоров. Но мы попробуем, я надеюсь, что этот разговор будет интересным. И на самом деле тема нашей последней дискуссии кажется, с одной стороны, немножко скучноватой. Ну вот, что такое опять экономика, да, какая-то страшно неинтересная прагматика жизни, но на самом деле она, может быть, является одним из ключевых факторов долгой жизни, вот тех самых инициатив частных, о которых мы сегодня так долго и очень въедливо рассуждаем. И мне бы хотелось сегодня, наверное, основной нерв нашего разговора выстроить не вокруг того, насколько значительный вклад частные музеи, независимые музеи вкладывают и вносят в экономику культуры, в локальную экономику, в развитие туризма. Потому что это все такие очень большие масштабные темы, и мы примем это, наверное, как такую фигуру умолчания. Да, это действительно существует, этот вклад значительный, и он все более растет, но мне кажется, в большей части здесь присутствующих гораздо интереснее поговорить о том, как вообще вот этот музейный корабль вести в большое плавание, какие подводные рифы есть, какие секреты успеха, и как вообще выстраивается стратегия развития вот такой независимой частной инициативы, которая зачастую начинается с очень малого дела, но постепенно начинает прирастать, прирастать и становиться уже не просто отдельным музеем. Мы сегодня говорим уже о музейных кластерах, мы говорим о креативных кластерах, мы говорим даже о музейных корпорациях, не побоюсь этого страшного слова. Как вообще двигаются сегодня независимые музеи в сторону своего устойчивого развития? Чувствуют ли они риск, связанный с тем, что создаваясь по частной инициативе, они оказываются очень сильно зависимы, собственно, от успешности, от сохранения энтузиазма, вот этой страсти его создателя? И где происходит вот тот переход от такой проектной стадии в стадию устойчивого институционального развития? И сегодня у нас в этой панели три главных спикера, которые расскажут о разном опыте. И мы снова, наверное, в той же логике, как и другие секции, пойдем и попросим сначала рассказать нам об опыте нероссийском. И об этом расскажет Тиму Ахола, главный хранитель музейного центра в Априке, и еще и вице-президент Така Нетворкс, что нам тоже очень интересно. Следом за Тиму я попросила выступить Елену Шахову, которая представляет историко-культурный комплекс Вятская Ярославской области, генеральный директор этого комплекса. Ну и в завершении вот этой части докладов и сообщений я попрошу Наталью Никитину, создательницу, вдохновительницу, и как она сама себя позиционирует, социального предпринимателя, и нам здесь это тоже очень важно, и генерального директора Коломенского центра развития познавательного туризма Коломенский посад, руководитель музейной сети «Музей истории со вкусом», потому что там уже огромное количество отдельных музеев, которые постепенно-постепенно множатся, и при этом развиваются успешно, несмотря на то, что это развитие очень динамично. И мне бы хотелось, чтобы участники не только этой панельной дискуссии, но и участники форума тоже активно включались в дискуссию и диалог, который мы попробуем как-то развернуть после докладов. Пожалуйста, готовьте свои вопросы и к докладчикам, и вообще по теме этого выступления. Давайте мы в завершение форума попробуем все-таки чуть больше поговорить с вами, а не только слушать тех спикеров, которые сидят здесь на сцене. Тиму, вам слово. Спасибо большое. Это действительно хорошее быть здесь снова. Надеюсь, я не беспокоюсь вас. Мы видим некоторые из-за мусяевых музеев сегодня, и я очень хорошее и хорошее быть в этом, и у меня есть возможность представить нашему музею. Тамбер – это третий по размерам город Финляндии. У нас 230 тысяч человек в населении. То есть мы не сильно небольшая страна, вы видите вот красные точечки. На карте это вот наш регион, регион Финляндии, где находится Тамбер. Тамбер – это колыбель финской индустриализации, и поэтому у нас серьезные такие корни в промышленной истории страны, и действительно промышленный туризм, индустриальный туризм для нас очень важен. Но на сегодняшний день такая крупная промышленность ушла из города, и все, конечно, переходит в сферу культуры и услуг в современном Тамбере. Но промышленная часть сыграла ключевую роль в создании нашего музейного центра. В Африке находится в центре города, на берегу, в здании, которое было крупнейшим промышленным зданием в городе. И в Африке создавалось 90-е годы, в день 20 века, когда Финляндия переживала экономический кризис, и структурные изменения, они опустошили практически все промышленные здания в Тамбере. И от города потребовалось, конечно, большое мужество, чтобы начать вкладываться, инвестировать в культуру в эти тяжелые годы и открыть вот эти фабричные территории в качестве первого музейного центра в Финляндии. Первая наша выставка была открыта в 1996 году, и здание уже было завершено. Совершена его перестройка как музея к 2000 году. У нас примерно 1400 квадратных метров площадь территории. И мы в Финляндии, когда в Финляндии вступала в Европейский Союз, очень многие мероприятия по вступлению, встречи, связанные с вступлением в Евросоюз, они проходили как раз в Африке. Но за последние 20 лет в Африке стал одним из самых таких разнообразных, самых дивизифицированных музейных кластеров в Финляндии. У нас масса выставок проходит самых разных одновременно, и вам для этого, чтобы посетить эти выставки, нужен всего лишь один билет. Многие экспозиции, посвященные местной истории, это вот Тампере 1918 года. Здесь рассказывается о гражданской войне в регионе Тампере, и эта выставка была открыта на протяжении 10 лет. Потом мы закрыли, чтобы ее обновить, но тут взбунтовались местные учителя, которые сказали, не закрывайте ни в коем случае, потому что для нас это очень важная выставка, она помогает историю изучать с студентами, с учениками. Так что выставка по-прежнему работает, ее не стали скрывать. У нас есть еще постоянные выставки, но не только про местную историю, которая, конечно, для нас очень важна, но еще у нас есть, скажем, музей Тампере, музей естественной истории, музей минералов, музей медиа, который называется «Рубрики». И последний из музеев, который добавился к этому центру, это музей индустрии игр, компьютерных игр в Финляндии. И все они часть городского музея, но находятся под одной крышей. У нас там еще размещаются два частных музея. Музей почты, почтовый музей и хоккейный зал славы в Финляндии. И вот это сочетание частного и государственного для нас очень важно, потому что мы как бы объединяем ресурсы, и это в экономическом отношении очень разумно и полезно для всех партнеров, но, конечно, не только на экономическом уровне полезно. В Африке известен своими временными и международными выставками, которые мы проводим в сотрудничестве со многими музеями мира. И мы, по-моему, были первым музеем Финляндии, который стал так активно работать на международном уровне. И вот примеры таких выставок. Мы сотрудничали с музеем, с кусткамерой, музеем Петра Первой антропологии и этнографии. У нас было пять разных выставок с ними вместе в период с 1997 по 2016 год. По самым разным темам были выставки про шаманов, по арктическую цивилизацию, про самураев, про мамонтов. Мы также сотрудничаем с музеями Кремля в Москве. Была замечательная выставка в Фаберже. И мы с Эрмитажем, тоже с государственным, замечательно сотрудничаем. Среди наших международных партнеров есть и британские музеи, музеи истории искусств из Вены, и музеи из Китая, дворцовый музей в провинции Хэйбэй и Чангси. Музейный центр предлагает самые различные формы деятельности. Для нас это очень важно. Мы проводим около 300 мероприятий в год, и это самые разные мероприятия. Мне кажется, что впечатляющий такой разброс у нас есть. У нас проводится очень популярная серия лекций, детские воскресенья, сессии для геймеров. У нас есть спид-дейтинг, дегустация вина, винтажные уикенды, мероприятия с хоккейными, какими-то событиями связанные. У нас также очень хорошо развита волонтерская программа, которая очень важна для нас, потому что мы хотим привлекать горожан, чтобы они как-то почувствовали свою связь с музеем, почувствовали, что мы там находимся для них. Программы для волонтеров подразумевают работу с нашими коллекциями, с нашими фотоархивами, и создание, вообще строительство самих экспозиций. И, конечно, управлять и содержание такого музейного центра стоит денег. Я уже говорил, что финансовые источники у нас разные. И 50% денег мы получаем от государства в Петчат, вместе с городским финансованием 55%. 30% то, что мы собираем, это довольно высокий фандрейсинг, и это большой процент. Все наши финансы, которые мы собираем извне, это плата за билеты, это музейные магазины, мы сдаем помещения, и ресторан тоже служит таким удачным местом проведения различных мероприятий. И его часто, сюда часто ходят просто местные люди, которые здесь обедают. Крупные международные выставки у нас обычно проходят раз в год. Они, конечно, очень много нам приносят денег. Они стоят денег, с одной стороны, и они в этом смысле такое рискованное мероприятие, но они привлекают очень много посетителей, которые покупают билеты, которые проводят какое-то время в магазине, в ресторанах и так далее. У нас 200 тысяч примерно посетителей в год. Я возглавляю коллекции, директор коллекции, поэтому я могу про коллекции тоже сказать. У нас очень разная коллекция в музее, в них до 400 тысяч объектов, полтора миллиона фотографий. И у нас самые разные предметы есть. Это и этнографические какие-то предметы, и это то, что связано с микровыми компьютерами, и геймерской культурой. У нас есть свои производственные мощности, и практически впервые в Финляндии мы в этом смысле в авангарде оказались. Коллекции, которые у нас находятся, это не только коллекции в Африке, это коллекции еще четырех музеев, которые хранятся у нас. И в этом смысле мы как раз показываем такой пример устойчивого развития. К нам приходят профессионалы из очень разных организаций, которые там работают, люди с очень разным профессиональным образованием, очень разных профессий. Когда Финляндия праздновала столетие своей независимости в 2017 году, в Африке имел честь быть номинированным в качестве музея века в Финляндии, было такое особое соревнование, конкурс такой, связанный как раз со столетиями в Финляндии. И в своем выступлении на церемонии номинации глава этого конкурса сказал, что в Африке им служат, конечно, источник обрекновения для своих жителей. Но это не значит, что став таким музеем столетия, это не значит, что мы можем сложить руки и больше ничего не делать. Конечно, сегодня нам приходится очень много работать, и урезание финансовых каких-то дотаций, и конкуренция за свободное время горожан, оно, конечно, очень такой серьезный вызов для нас. Но мы любим реагировать на вызовы, мы любим рисковать, поэтому мы продолжаем этим заниматься. Спасибо большое. Тима, могу ли я задать прямо сразу уточняющий вопрос, чтобы не ждать долго? Скажите, пожалуйста, вот такой впечатляющий успех и признание в деятельности музейного центра, как вы считаете, в чем главный секрет этого успеха? Наверное, во-первых, это сотрудничество, поиск партнеров частных, государственных, сотрудничество государственного и частного, что создает такой большой дом, где есть место для самых разных видов занятий и деятельностей. и то, что, наверное, волнуйся создать такую организацию, которая для многих интересна, и что с нами работают люди как с самых низовых уровней самоорганизации до более крупных партнеров, то есть поиск новых партнеров. И, наверное, конечно, сам объем и масштаб тоже, конечно, нас удерживает на карте, можно сказать. Но, наверное, все-таки одним из главных факторов будет фактор сотрудничества и кооперации. Это очень важный вопрос и довольно болезненный, когда мы начинаем сегодня обсуждать партнерство и кооперацию, потому что вот это равноправие разных участников и соблюдение интересов всех сторон, это довольно как бы тонкий баланс. Вот когда вы выстраиваете свои партнерские отношения, что вы прежде всего предлагаете своим партнерам? Как вы думаете, в чем вы интересны? Почему они хотят с вами сотрудничать? Что? Наверное, мы желанный партнер, потому что у нас хорошая репутация, хорошая локация, хорошие помещения, много людей, с которыми можно работать. Наверное, это главное. Наверное, желание, наше желание сотрудничать в первую очередь. То есть нужно быть заинтересованными в потенциальных партнерах, быть готовым на разные вещи. Как вы сказали, конечно, да, граница бывает тонкая, баланс этот не всегда простой. Нужно очень аккуратно к этому подходить и помнить о том, что каковы потребности вашего партнера, в том числе и запросы. Но это, конечно же, нелегко. Вы правы. Вы можете сказать, наверняка, благодаря вашей успешности, довольно многие обращаются к вам с предложениями о партнерстве. Каким образом вы принимаете решения? С кем вы выстраиваете партнерские отношения, с кем нет? Есть ли у вас какая-то прозрачная политика? Как я разговаривал недавно с директором, мы обсуждали как раз этот вопрос, и он сказал, что каждую неделю приходят предложения по выставкам. У нас есть план четвертлетний, который мы постоянно обновляем, выставочный. У нас есть определенные прописанные приоритеты, стратегии того, что именно мы хотим показывать в ближайшие годы. Наверное, это помогает. И, конечно же, мы задумываемся о том, каких партнеров мы хотим. Наверное, это решает, как правило, совет директоров. Они решают, они принимают эти решения. Но, что касается выставок, у нас есть стратегический план. Да, спасибо. То есть, это все-таки вопрос стратегии, который занимается, скорее, как бы топ-менеджеры и руководство музея и центра. Спасибо. Но я думаю, что мы еще вернемся не раз к теме партнерства и кооперации. А сейчас я хочу попросить перейти к следующему докладу Елену Шахову и рассказать нам о том, как развивается сегодня Вятская. Добрый день. Я представляю историко-культурный комплекс «Святская», который находится в 36 километрах от города Ярославля. Многие местные жители, даже приезжие, знают, что селу нашему более 500 лет, но история возрождения села началась около 10 лет назад. Совершенно случайно меценат, бизнесмен, известный в Ярославле, Жаров Олег Алексеевич со своей супругой искали домик загородный, в котором они хотели поселиться и дышать свежим воздухом, и кушать экологическую пищу. И их мечта реализовалась, когда они увидели в Вятском заброшенный купеческий дом двухэтажный. Они его выкупили, отреставрировали. Он был пострадавший после пожара. Отреставрировали этот дом, поселились в селе и начали изучать историю села. Влюбились в это село, узнали, что очень много выдающихся земляков жили, трудились в этом селе. И родилась идея. Олег Алексеевич сам коллекционировал всю жизнь часы старинные, музыкальные инструменты, шкатулки. У него была своя частная коллекция. То есть он всегда был коллекционером. И видя, как в этом селе очень много объектов культурного наследия, более 50 памятников культурного наследия в селе находилась в заброшенном состоянии. Он нашел в себе силы, средства, вдохновения, финансы. И отреставрировал сначала один объект. Разместил в нем коллекцию, которая была посвящена истории села. Называлось Музей русской предприимчивости. Потом отреставрировал часовню и создал там купель, в которую теперь каждый год в крещении просто паломничество туристов приезжает. И даже в будни она открыта всегда, все 7 дней в неделю. И так год за годом на собственные средства без какой-либо финансовой помощи со стороны партнеров, государства Олег Алексеевич на протяжении всех этих 10 лет восстанавливает объекты культурного наследия в селе. И на сегодняшний день отреставрировано более 33 объектов. Сейчас в этих зданиях находятся 12 музеев с уникальными коллекциями. Кстати, надо сказать, что коллекции более тысячи экспонатов зарегистрированы в Музейном фонде Российской Федерации. И мы единственный частный музей, насколько я знаю, в Ярославской области, чьи коллекции в Музейном фонде Российской Федерации. То есть это говорит об уникальности экспонатов. Действительно редкие образцы, некоторые в единственном экземпляре в России находятся. И так на сегодняшний день у нас в Святском 12 музеев, гостиница-музей из трех корпусов и ресторация музеев. А также у нас есть два конференц-зала, киноконцертный зал на 100 посадочных мест, выставочные залы. Село наше было достаточно богатым торговым селом, известным по всей России. Являлась также огуречной столицей России. И вятские огурчики поставлялись к императорскому столу в Швецию, в Швейцарию. И вот, к сожалению, в постсоветское время, когда там умер колхоз-миллионер, село стало разрушаться, на центральных улицах города находилась, села, вернее, находилась помойка. И вид был удручающий. Вот за 10 лет, если вы сейчас приедете к нам в село, отреставрированы 33 объекта, и реставрационные работы продолжаются и по сегодняшний день. И у нас планы по открытию нового ресторана на 160 посадочных мест в декабре этого года. В этом году мы открыли даже аптеку, которая является у нас музеем совместно с компанией «Ригла». помогли им оборудовать старинными экспонатами фармацевтическими, медицинскими. И теперь у нас даже аптека тоже музей. Уникальные коллекции в музеях, это я уже вам рассказала. Я просто хочу, чтобы мы перешли в сессию вопросов-ответов, потому что я вижу, что очень многие в нашем селе уже были. Вот Вятска является духовным местом. Вот как раз эта фотография той самой купели. Вода, в которую поступает из святого источника. У нас 4 источника, освещенных на территории села. И ученые-химики, которые исследовали, проводили лабораторные исследования этих вод, говорят, что вода по химическому составу соответствует водам Баден-Бадена. Поэтому к нам большое количество едет гостей, желающих окунуться в наши воды. У нас на сегодняшний день в Вятском в год приезжают 300 тысяч туристов. То есть это своего рода стала уже такая туристическая метка. И наша задача развивать, поддерживать эти потоки. Мы в этом году провели несколько мероприятий международного уровня. Мы заключили первое в истории побратимство с французской коммуной Семюран-Бриане и с итальянской коммуной Дольче-Аква. Обычно побратимство у нас заключалось между городами. Но в этом году состоялось вот такое событие побратимства между селами и маленькими городками. Поэтому мы сейчас ориентируемся еще принимать потоки туристов из Европы и из других стран мира. Есть у нас банный городок, баньки по черному, по белому, которые тоже являются дополнительным аттрактивным моментом в селе. Мы развиваем тему гастрономического туризма последнее время. И так как Вятская была огуречной столицей России, у нас есть цех по производству вятских соленых огурцов. И сейчас меню в нашем ресторане имеет отдельное подменю огуречное меню. Мы готовим и пирожки с огурцами, и лимонады из огурцов, и даже варенье из огурцов, и проводим мастер-классы по гастрономическим вот этим нашим изыскам. И, в общем-то, тема гастрономического туризма сейчас тоже достаточно популярна. Очень много мероприятий делового характера проходят на территории Вятского. К нам приезжают большие группы, которые проводят в наших конференц-залах, оборудованных полностью пленеры, форумы, совещания. Недавно у нас Центр избирком проводил заседание свое. Скоро ЮНЕСКО к нам приедет. Приезжают делегации, послы. В общем-то, для делового туризма у нас тоже достаточно привлекательная инфраструктура. Кроме того, конечно, мы развиваем событийный туризм, помимо приема туристов в музеи. Очень много уже традиционных мероприятий ежегодных проводится в Вятском. В том числе несколько лет, около пяти лет, проходит фестиваль «Провинция душа России», инициированный Любовью Юрьевной Казарновской, которая сейчас уже буквально местная жительница села Вятского, чем мы очень гордимся. И Любовь Юрьевна, наша оперная дива, она тоже этому очень рада и всегда рассказывает с любовью, и от всего сердца теплые слова, говорит о Вятском. Фестиваль «Провинция душа России» – это ежемесячные встречи со звездами российского театра, с музыкантами, с художниками, с актерами, которые приезжают в Вятское и рассказывают о своем творчестве, выступают на нашей сцене киноконцертного зала. У нас проходит уже, вот будет в следующем году, четвертый музыкальный конкурс молодых исполнителей Вятское. Это классическая музыка, фортепиано, вокал, скрипка, духовые. Проходил он в этом году тоже под президентством Любовь Юрьевна Казарновской. И нам даже удалось получить поддержку Министерства культуры и гранд-президента на проведение этого события. Победители этого конкурса успешно выступают на европейских конкурсах, в Вене даже завоевали гранд-при. Поэтому эту традицию мы собираемся продолжать и развивать. У нас проходят спортивные мероприятия. В этом году с большим успехом прошел уже третий кубок Вятского по бодибилдингу и пауэрлифтингу, который собирает за один день около трех тысяч гостей. И это событие очень красивое. В этом году спортсмены со всей России приехали. Был потрясающий призовой фонд. Очень красивое было зрелище. У нас проходят два раза в год пленеры художников. Только что закончился пленер художников. И на сегодняшний день проходят пленеров артистов. Проходили пленеры скульпторов. Эти работы, этих мастеров у нас стоят по всей территории Вятского. Картины размещены в залах наших музеев, рестораций. И каждый может посмотреть на творчество лучших мастеров, художников. И мы сейчас планируем дальше развиваться и повезем их работы в Италию на фестиваль, на выставку. Будем показывать их всему миру. Вятская это не только музейный комплекс, который находится на территории села Вятского. Мы сейчас позиционировать начинаем себя уже как музейную сеть. Потому что у нас есть еще один музей современного искусства в Ярославле. И вот сегодня мы анонсировали открытие 14 музея, принадлежащего нашей музейной сети. Это музей, который будет открыт в декабре месяце этого года. Мультимедийный музей на Волжской набережной 45. Чуть позже вы узнаете всю историю открытия и подробности нового музея. Сейчас не буду на этом останавливаться. Да, надо сказать, что у нас есть принцип построения работы с нашими музеями. Обязательно все экспонаты в наших музеях должны иметь культурно-историческую ценность. Сегодня очень много говорили о музеях, которые дают эмоцию, которые рассказывают какую-то историю, не знаю, любви, предмета или еще что-то. Наши коллекции все созданы по принципу культурно-исторической ценности. Поэтому и более тысячи экспонатов уже находятся в музейном фонде Российской Федерации. Но тема эмоций нам тоже очень близка, и мы стараемся в любой нашей экспозиции демонстрировать, как-то вызывать тоже у посетителей эту эмоцию. И как мы это достигаем, наверное, один из самых интересных вопросов, на который ответ вы хотите услышать. Дело в том, что основатель комплекса Жаров Олег Алексеевич, создатель всех этих коллекций, вот этот комплекс, да, это дело его жизни. Это не столько его бизнес, потому что если посчитать все те вложения собственные, средства финансы, да, которые Олег Алексеевич вкладывает последние 10 лет в реставрацию объектов зданий, в выкуп собраний коллекций, выкуп каких-то исторических музыкальных инструментов, пополняет коллекцию часов. Если посчитать все эти затраты, да, то это, ну, не знаю, при чьей жизни достигнется окупаемость. Но комплекс операционную окупаемость однозначно имеет, и это успешный проект и финансово, и эмоционально, и все это благодаря тому, что человек-основатель, он вкладывает свою душу, а когда люди вкладывают душу, понятно, что успех делу гарантирован. Плюс есть возможности финансовые для развития этой темы. Так вот, за возрождение села Вятска Олег Алексеевич был удостоен премии президента. Музейные экспонаты и музеи в 2015 году получили гран-при на фестивале Интермузей. Это в музейном бизнесе, вы знаете, что очень престижная награда. И, конечно, нам очень приятно, что мы первый член Ассоциации самых красивых деревень России. На сегодняшний день я знаю там уже 13 членов в России, хотя в Европе там в одной Италии этих членов Ассоциации самых красивых деревень Италии, и вообще уже там около 200, и в общем-то в каждом городе в Европе достаточно большое количество. В России у нас всего 13. Вот Вятская стала первым членом Ассоциации самых красивых деревень России, а когда в прошлом году Ассоциация самых красивых деревень России влилась в Ассоциацию самых красивых деревень мира, то мы сейчас можем гордиться тем, что мы являемся одной из самых красивых деревень мира. Наверное, нужно перейти к сессии вопросов-ответов, будет более интересно. Спасибо большое. Действительно, деятельность у вас настолько масштабная, что времени не хватает рассказать обо всем. Но мы попробуем все-таки сейчас как-то о самом главном. Да, конечно, спасибо большое. Опять же, прежде чем перейти к следующему докладу, хотела бы задать пару вопросов. Вот все-таки у вас немножечко отличающийся, может быть, от предыдущего опыт, который связан скорее с таким комплексным развитием территории. И вы пошли по пути такой музеификации и работы с музейным форматом. Хотя, например, тот опыт успешный, о котором вы рассказывали, говорит о том, что вы очень эффективно развиваетесь, как такой туристический кластер. Вот вы можете пояснить, какое место в этой успешной туристической деятельности, какую роль играет именно музейная специфика? Что вам дает музейный статус для будущего устойчивого развития? Почему он вам так важен? Ну, во-первых, изначально мы создавали возрождение историко-культурного комплекса, открытие его. Оно основывалось на создании музейных экспозиций. Потому что Олег Алексеевич сам коллекционер, да, и его коллекции постоянно пополняются, и жители села тоже активно принимали участие с первых дней в создании этих музейных экспозиций. Например, в музее кухонной машинерии, где какая-то крестьянская утварь. Это создано все совместно, да, и коллекция Олега Алексеевича, и коллекция местных жителей. И до сих пор гости, которые приезжают, они помогают нам эти коллекции пополнять. В общем-то, мы себя изначально позиционируем как музейный комплекс. А все остальные средства, да, это событийный туризм, это какие-то вот мероприятия, какие-то, не знаю, конференции, прием делегаций и все остальное, это уже дополнение к тому, чтобы эти музейные экспозиции набирали популярность, были известны максимальному количеству людей, да, и я еще раз хочу обратить внимание, что мы специализируемся именно на культурно-исторических ценностях, да, это как в зданиях, это памятники архитектуры, так, и в коллекциях у нас экспонаты все имеют высокую уникальность, высокую историческую ценность. Ну, то есть, если говорить о ядре вашей деятельности, это все-таки сохранение, популяризация именно чего? Истории села? Истории села, популяризация, конечно, это образовательная часть, это культурное воспитание. У нас очень... Это уже как бы дополнительные, да, то есть я сейчас как бы, скорее, про коллекцию, да, то есть все-таки о чем, о чем Вятская прежде всего, вот что лежит в основе этого послания к публике, да? Ну, изначально Вятская – это уникальная территория с богатой историей, это село, которое имеет богатейшую историю и уникальность для всего региона, да, и благодаря тому, что это богатое торговое село, и оно упоминалось в памятниках литературы у Некрасова, да, и то, что оно имеет какие-то гастрономические моменты, терруары вот эти огуречные, то есть, конечно, это богатая история, и мы пропагандируем эту историю изначально. Все-таки вокруг истории места. Вокруг истории места, вокруг истории ее жителей знаменитых. Спасибо большое. У меня там есть еще целый ряд вопросов, но мы их, наверное, потом уже в общей дискуссии обсудим. Наталья Никитина, Коломенская пастила и Коломенский посад и все, что связано с Коломной. Добрый вечер. Ну, так случилось, что я как-то так замыкающий, это очень ответственно, говорят, что запоминается первый и последний докладчик. Я постараюсь, чтобы вы не загрустили. Сейчас только разберусь, как это можно двигать вперед. Ну, Ольга, может быть, какой-то вопрос, на который я должна ответить, или просто мы идем по... То есть у меня был, в общем-то, заказ от модератора, чтобы я рассказала о хронологии, о том, с чего началось, и как мы сейчас продвигаемся, и куда мы двигаемся дальше. То есть как вообще развивалась вот эта инициатива от первого проекта до такой вполне успешной, я уже даже не знаю, как это лучше назвать. Это тоже... Это не корпорация, конечно, да, но это такой большой музейный холдинг, который имеет несколько музеев в составе, очень много тоже разной активности. В общем, мы это видели на примере Вятского, например. Вот как вы развивались и как вообще получилось так, так что музейный кластер, да, в Коломне оказался таким успешным. Ну, знаете, история очень похожа, на самом деле, если посмотреть на Вятское, что это личная инициатива нескольких людей, и энергия такая снизу, скажем, да, у нас не было никаких ни распоряжений, ни писем с Минкульта или еще там откуда-то. Изначально посыл был такой, что хотелось мне лично жить в красивом месте. И вот эта историческая часть города Коломны, все, что за стенами Кремля, вот эта вот провинция такая, застрявшая как бы в XIX веке, вот эта атмосфера, она вот прошло 10 лет, как мы там работаем, она и по сей день как бы трогает людей. И вот сегодня Юлия Рыбаковова в своем докладе сказала вот про объект управления в культуре, да, вот эта городская среда, если правильно распоряжаться и бережно с ней обращаться, то она только даже это, это, так сказать, пункт управления, да, он будет очень важным. Ну вот история со вкусом – это слоган, который мы зарегистрировали как свою интеллектуальную собственность много лет назад, наверное, уже 10 лет назад. И все, что мы делаем, это история не только про вкус, который является гастрономическим вкусом, да, вкус к красивому, красоте, скажем так, в самом широком смысле этого слова. Ну вот от музея до творческого кластера, конечно же, вначале, вот сейчас вы здесь видите на фотографиях, это то, что сейчас уже как бы получилось, и совсем как бы не все. Изначально никто не помышлял о никаком кластере, и даже о музее не помышляли. То есть была задача сделать такое открытое open-air мероприятие с гением места, который родился в Коломне. И в этом проекте в 2008 году в проектном режиме на один день мы решили, что мы сделаем вот этот вот сладкий десерт, коломенскую пастилу, о котором все слышали, крыве дописали, но как бы рецепт был утерян, и его не было там порядка 90 лет в Коломне, в общем-то забыт, это был и вкус, и рецепт, и все. Вот этот шаг, то, что вы сейчас видите карту, это уже результат исследования после открытия первого музея в 2009 году. Мы получили второй грант от фонда Владимира Потанин в конкурсе «Меняющийся музей и меняющийся в мире», и на исследование этой исторической территории. Почему мы это сделали? Когда мы открыли первый музей, если говорить про экономику, то мы где-то через год вышли в ноль, отдали все долги, и поняли, что с этим можно жить и таким образом как бы сохранить и сделать еще более красивым это место. В нашей команде была Ольга Барлакова, архитектор-реставратор, которая как бы училась в Томске, в этой тоже среде, в такой вот модерн, деревянной. Да, вот она как бы передала любовь нам эту, тоже мой второй партнер Леонид Дмитриев, вот нас было трое, и она так как архитектор, как планировщик решила, и в общем-то это ее предположение сработало. То есть если делать такую органичную среду, то нужно сохранять назначение объекта после его реставрации и заводить туда то, что там было, скажем, до того, как это руинировалось. И вот на основании этого исследования «Новая жизнь старого города», тогда назывался этот проект, у нас случилась вот эта карта, оранжевые пятна по краям – это въезды со станции железнодорожной и с автотрассы в эту историческую часть, желтое пятно – это музейная часть и инфраструктурная, вот эта фиолетовая. То есть мы сразу спроектировали эту территорию, это, наверное, был 9 или 10 год, как бы комплексно. И после открытия первого музея мы поняли, что мы можем таким образом эту территорию сохранить, как бы возвращая имена старой фамилии купцов, которые производили что-то особенное, то есть производство, эти истории, вот эта история со вкусом и тоже про историю. Сегодня было очень много рассказано о прекрасных музеях, которые, как бы, истории, как бы, выходят вперед, а вещь уже материализации, как бы, вторична. Ну вот хронология, которую просила Ольга с 2009 года по 2020, вот, да, то, что сделано, и там в конце презентации будет еще то, что мы собираемся сделать, ну вот Международный яблочный фестиваль книжный, как бы, тоже, как бы, такой, как ивент, который проходит в сентябре. Не буду ничего, как бы, так сказать, читать, все видно, понятно. И по одному слову прямо скажу про каждый музей. Ну, наверное, важный такой момент, когда мы начали, в какой момент мы начали переходить вот в эту кластерную историю. Когда мы музей открыли, мы поняли, что нам надо аж одеть наших экскурсоводов. И на одной из лекций когда-то я услышала, что существуют такие, как бы, пакетные продажи, когда атмосфера, среда городская, сама архитектура, люди, которые встречают, и то, что они говорят, вот это все вместе, оно и создает вот этот продукт, на который приезжают и возвращаются. Ну, все вы знаете лучше меня, что успешность туристического объекта измеряется количеством повторных возвращений, и в колонну возвращаются в разных компаниях, в разных ситуациях. Нам вызванивают, спрашивают, а что у вас сейчас? Вот мы были на том, на том, на том. То есть, и вот эта история, что когда мы должны были сами для себя сделать и упаковку для пастилы, и шить костюмы, и организовать кафе. Кафе для чего? Наносит стажировок фонда Ботанина в Лондоне. Нам менеджмент заявил следующее, я очень хорошо это запомнила. Мы вступили с вами в эпоху потребления, и людям очень важен комфорт. При входной зоне в музей, это желательно туалет пяти звезд отеля, веганское меню, пеленальные столы и так далее, и так далее. Только в этом случае вы сможете надолго задержать аудиторию себя, и только после этого вы можете вкладывать им в голову свои умные словечки про ваши уникальные предметы. И вот эти вот кафе, которые там у меня перечислено, летние кафе, в один из субботних дней я пришла в музей, вижу, что люди стоят в маленьком дворике, стоя, молча, потому что на всех не хватает наших каких-то стульчиков. Ожидаю, когда они смогут войти в музей, потому что там предыдущая группа. И начали появляться негативные отзывы в сетях. Вот мы ехали три часа, да, в ваши прекрасные колумбы, вынуждены здесь еще вот так вот маяться, к вам попасть. Да, мы сделали такой шаг, что мы не стали продавать туристическим агентствам вот эти самые ключевые горячие часы в музеях. Мы стали их оставлять для вольно гуляющих людей, которые приезжают вот таким образом сами на транспорте. И вот таким образом, как бы отвечая на запросы, это очень важно. Не делать там, что мне вдруг там пригрезилось вечером, да, а именно как бы чутко смотреть, что хотят люди, что им нужно. И вот это вот кафе, оно как бы спасло ситуацию, оно такое летнее, как бы работало, как бы, 5-6 месяцев. И позже, как бы, когда мы начали делать свое домашнее мороженое, оно тоже, как бы, знаете, не потому, что я там очень люблю мороженое, а потому что в производство пастилы идут белки, а желтки у нас оставались в огромном количестве. И по чайни, пломбир, оказывается, делается и желтков, и сливок. И как бы вот здесь вот такой побочный продукт случился, и отсюда и мороженое. И когда мы называем летнее кафе, спрашиваю, а где же наше мороженое будет в октябре месяце? Это опять же ответ там на запрос. Мелочь какая-то, да, но оно создает вот это предложение, которое будет востребовано. Ну вот этот первый музей, смотрите, напротив, какая архитектура. Прекрасная вот эта среда. Вот этот сам продукт пастила, вот видите, он похож на бисквит, но там нет ни муки, ни жира. И вот эта вот уникальность еще встает в том, что этот продукт не производила Европа никогда. Вот эта белопенная рыхлая пастила производилась в России, в Коломне. Вот. И так, ну, к примеру, шоколад производился и производится во многих странах мира. Вот этого продукта нет, и мы можем, так сказать, нагло и уверенно говорить о том, что это уровень национального продукта русского, российского, аналогов, которым нет в мире. И, наверное, поэтому этот продукт стал востребованный в посольствах, и правительство Московской области всегда заказывает нам его, когда выезжают за границу в подарочный фонд. То есть она такая получилась самостная, полезная, ручной работы. То есть здесь все сошлось, и история, наверное, поэтому она такая и случилась успешная. И позволяет нам сейчас, в общем-то, двигаться дальше и делать совершенно дотационные проекты. Ну, я чуть позже об этом скажу. Ну, вот пространство еще одного, которое для нас очень важно, это арт-резиденция и конференции или какие-то круглые столы, которые меня иногда приглашают. Я всегда говорю, что если у вас нет ничего в вашем маленьком городе или в вашем там селе, или в большом городе, за что можно было зацепиться и быть уникальным абсолютно, делайте арт-резиденцию. Что для нас это? Это интеллект, это свежая кровь, это креатив, это люди, которые приезжают, делают у нас какие-то свои проекты, а потом являются таким эмбессодом Коломны. Вот приезжаем в музей архитектуры, руины, там такое выставочное пространство. Первое, что я вижу, Лена Скрипкина, Коломна от резиденции Ерофеев, наша коммуналка. Так приятно. Вот это вот такая обратная связь еще. Такой очень хороший заход в этом во всем, что эти люди, которые у нас пожили как художники-резидентами, остаются работать в компании. И по контрактной основе, и на постоянной основе. То есть мы как бы получаем себе такой креативный класс на постоянной основе. И вот я говорила уже про летний фестиваль, Антоновские яблоки, про осенний. И директор фестиваля Екатерина Уинес уже какой год мне говорит, давай делать летнюю школу творческую. У нас все для этого есть. У нас есть все преподаватели, которые там должны быть. И эти люди готовы. Но это, наверное, будет какой-то следующий шаг. Так, что это? Ну, вот эта вот коммуналка, это квартира на 62-й год. Легко было сделать этот музей. У меня так случилось в моей семье. У меня были две тетки, 80 лет и чуть больше. Они обе, я их называю, невесты войны. То есть в 45-м году им было там по 20 лет, по 25. Им не досталось женихов, мужей, детей в их жизни. И в 60-м году, когда Гагарин полетел в космос, не пришло новое поколение. И все так вот застыло в этом состоянии. С этими шкафчиками, клееночками и так далее, и так далее. Когда они почили обозе обе друг за другом, четыре грузовика я собрала из двух квартир и одного дома. И все переехало в арткоммуналку, включая земляничное мыло, держатель для туалетной бумаги. Это был противогаз. Там нарезана газета. Ну, все как положено на то время. Вот эта площадка, она такая для нас, вот я уже повторюсь, такая очень важная в творческом таком направлении. Вот, кстати, международный конкурс. Вот мы прямо сейчас, по-моему, объявили его уже с 2011 года. Не знаю, какой это раз, девятый или какой. То есть в конкурсе, вот в последний год было 157 заявок. Это 15 стран, 45 городов России. Приезжают иностранные художники к нам. Вот эта шведская художница делала проект с местным сообществом. Она привезла два чемодана разноцветных колготок, попросила всех женщин принести свои колготки. Они плели какие-то прекрасные узоры из них. И потом все это вывесили на стену, на фасад города. Но, правда, администрация не знала, что это из колготок. Ну, неважно, было красиво. И все были увлечены этим процессом. Такой арт. Музей Калачный, 13-й год. Вот Николай Евгеньевич, который здесь сидит, был на открытии. Калач был невкусный, серый, страшный. Он меня подбатривал. Говорит, Наташа, ну что ты хочешь? Торический рецепт, рецепт с ятьями. Так все отводили глаза в сторону. И потом еще полгода мы отрабатывали эту технологию для того, чтобы действительно, как бы так сказать, дойти до истины. Потому что, вы понимаете, рецепт, который мы находим там в национальной библиотеке, не рассказывает всех тонкостей. То есть как раз вот это и есть материальное наследие, когда ты в руках, в пальцах знаешь, как это сделать. Вот про рецепт калачской пастилы в конце было приписано, перечислены ингредиенты, приписано столько-то по линии в березовых дров без коры, два ящика и две девушки, две работницы. Вот и весь рецепт. И мы как бы очень печалились на эту тему, что калач невкусный, вообще никакой. И когда в сетях спустя полгода наших тренировок появились фотографии, когда очередь в калачную перекрывает движение автомобильное, фотографии с подписью в Коломне организовали очередь за хлебом, мы поняли, все хорошо, он случился. Вот такие у нас там... Да, и вот еще такой момент, наверное, важен, когда очень много музеев, когда кластерная такая история уже двигается вперед, мы стараемся, чтобы они все были с разным лицом, эти музеи. Так вот, если в музее Каламинского пистилы барышни, атласы, розы, кружева, то калачную мы сразу делали такой брутальный. Штат весь в основном мужчины, кирпич, дерево и посуду даже я купила оловянную, подстаканники, чтобы это не было, не залипало в голове, что это какое-то все, так сказать, с одной полки. Ну вот, калачная, там мы делаем перформансы, спектакли, вот там у меня было написано «Вечера с лоу-фуд». Мы от своей аудитории получаем запрос, что не надо нам упаковывать пастилу в такую упаковку, у нас, кстати, много коробочек, мы не знаем, что с ними делать, выбросить их невозможно. И нам надо было какую-то сделать простую упаковку и как-то вот сделать такую casual линейку, не подарочную уже, а такую поседневную к чаю. И как-то мне пришло в голову, я услышала про этот проект «Слоу-фуд», когда мы очень совпадаем с этим планетарным проектом, туда входит 130 стран. Основная миссия – сохранить для последующих поколений рецептуру, какие-то биоразнообразия, какие-то особые сорта разноцветной моркови и так далее, и существует даже такой у них ковчег, куда они записывают эти все рецепты с тем, чтобы это сохранилось навсегда, как, ну, скажем, «Красную книгу» в России. И вот «Коломенская пастила» и «Коломенский калач» тоже вошли в эту организацию, в этот ковчег. То есть я надеюсь, мы никуда уже не исчезнем никогда. Это абсолютно социальный проект, он существует на взносы участников этой планетарного движения 2 евро в год с одного человека, и все мои производства, пекари и кондитеры, они все члены этого «Слоу-фуд», мы платим очень маленькую сумму за год, являемся… Да, и вот это теперь ежедневная простая упаковка в подложках, нам не разрешают использовать значок этого слова, вот там такая улитка, вот, но это неважно, мы просто берем эти уже слоганы, как «Наше продовольственное наследие», как бы «История со вкусом», то есть все это выносим на простую этикиточку, которую же, конечно, не так можно выбросить совершенно легко. Вот это вот «Калачная», вот, и вот мне Ольга задавала вопрос, откуда эта устойчивость, да, вот, как вы существуете без государственной подушки безопасности, ну вот сегодня Михаил Гнедовский сказал о смешанном финансировании, да, последние там пару лет мы начали получать субсидии от правительства Московской области, наверное, тоже можно говорить о смешанном финансировании, до силы мы жили на свои собственные средства, сами себя содержали и участвовали во всех грантовых историях, которые существуют в России, программах, и постоянно этим занимаемся, привлекая таким образом средства. Мы, конечно, мечтаем о каком-нибудь мощном эндаутменте или какой-нибудь покровителе, так, чтобы не в час по чайной ложке, не по одному объекту там в год или в два года, да, успеть обнять те адреса, которые нам нужны, потому что вот мы настолько нагрели это место, что мы уже сами не можем купить себе руину, цены на недвижимость здорово взлетели, и вот существует такая, ну, прям угроза, то, что приходят люди, которые считают, что, ну, а что здесь такого, я сейчас здесь вот возьму и сделаю музей и буду брать деньги там за просмотр. То есть этот вопрос о частном музее, вот о коллекции, о интерпретации, это, наверное, отдельная тема, я сейчас не буду на этом застревать, но вот такая вот угроза и есть. Да, и вот я хотела сказать про устойчивость. Когда-то на заре нашей юности, в 2008 году, мы его сами не собирались сделать пастилу, мы объездили семь производств в радиусе 100 километров с тем, чтобы разместить заказ на один день небольшую партию пастилы вот по старому рецепту. Никто не взялся. Нет ТУ, нет бизнес-плана, нет упаковки, нет сертификата, все с приставкой нет. Ну, вот Озерская фабрика, вы знаете, может быть, есть небольшой город рядом с Коломанной озера, который выпускает хорошую кондитерскую продукцию. Они нас пожалели, завели в свою лабораторию, говорят, девочки, милые, вам на один день, ну зачем вы так мучаетесь? Возьмите нашу зефирку, положите в свою коробочку, и сердце успокоится на один день, зачем вам вот это все? Тогда нам объяснили, чем отличается зефир от пастилы, и мы так начали потихоньку овладевать этим. Ну, мы, конечно, не стали брать чужой зефир, делали это сами. И вот этой ситуации, когда никто не взялся, и слава Богу, наверное, что так получилось, поставило нас на путь сделать свое производство, и уже все остальные последующие производства, даже мысли не было отдавать это на аутсорс. Во-первых, это гарантия того, что ты точно абсолютно выдерживаешь исторический рецепт, что ты не пытаешься что-то удешевить и подменить там сливочное масло на какое-нибудь еще, что ты возьмешь именно свежие ягоды, а не какие-то там, которые дадут не тот вкус. Вот это сочетание, что исследование, потом музейная экспозиция и свое историческое производство, вот эти вот три составляющие, они дают эту устойчивость. То есть музей содержится из-за того, что есть производство, создаются рабочие места. Здесь много таких плюсов, которые идут в разные стороны, как плюс в поддержку музея, который мы сделали, и на развитии территории. То есть у нас в основном работают люди, которые живут в Коломне. Молодежь вы видели в калачной мальчишке, это студенты нашего университета, которые даже, в общем-то, и не помышляют о другой работе. Вы знаете, мы тоже в 2012 году, вот спасибо Михаилу Гнедовскому, который подпихнул меня в спину, сказал, что ты сидишь, давайте пишите заявку на Совет Европы, на этот конкурс. И мы получили там специальный приз с подписью за вклад в умение своих сотрудников. Мы постоянно пытаемся учить своих людей, они чувствуют это. Пекари ездят на мастер-классы, которые приезжают в Россию, испанцы, французы и так далее. И так вот в каждом объекте, если есть такая треба, и люди приходят ко мне с этим, а вот я хочу туда поехать, конечно же, мы это делаем. И они такие как бы молодые, может быть, хотели бы себе какой-то там волшебной карьеры, когда были на студической скамье, но сейчас как бы вот мы обрастаем таким коллективом, который с нами и так домой остается. Ну вот это сейчас все, время, да? Вот, ну я прямо сейчас тогда очень быстро. Вот это музей-навигатор. С одной стороны, это информационный центр, который мы сделали сами для себя, и не только для своей компании. Мы туда собрали все лифли, это гостиниц, музеев соседей, и сшиваем там программы на 2 часа, на 5 часов, на 12 часов, на 2 суток. Советуем, где переночевать, где поесть. Это вот одна сторона этого навигатора, а другая, вот видите, в витринке там стоит фарфор, горшок есть. Это как обещание самим себе, чем мы будем еще заниматься. Это те важные исторические бренды, которые забыты в Коломне, которых нет. Там еще не видно, есть шаль шелковая. Вот, это то, что мы будем делать в перспективе. То есть это визуализация вашей стратегии развития, да? Да, да, это такое обещание. Вот, под пятницкими воротами находится этот навигатор. Люди выходят из Кремля, они уже устали, они не понимают, куда дальше идти. Здесь как раз под боком калачная, где можно попить чаю, съесть калач, и получить вот эту вот карту дальше, куда двигаться. Ну, не буду сейчас это перечитывать, времени нет, вы прибегите сами с глазами по этому кадру. Сейчас я только... Ну, вот здесь опять про городскую среду. Все, приставим дальше, нет времени, да? Фестиваль, который... Да, вот последнее изобретение фестиваля, прям два слова скажу. У нас приехал такой бизнесмен в город, который приехал туристом в 2012 году, а потом в итоге он перевел свое производство, из Москвы в Коломна купил дом, с Рублевки уехал, ну, как-то так получилось. И они поездили, покатались по свету, говорят, Наташа, хочу карнавал, вот хочу парад, вот хочу чего-то такое. И мы придумали сделать парад исторических производств. То есть все исторические производства, которые были в Коломне до революции, там вышли со своими, там, видите, там лавка такая. Тут, в общем, очень хорошее получилось событие. Мне кажется, оно... Нигде его нет, и я думаю, что это будет чисто коломенская такая история. Это вот все, что в городе, это не только наши, вот эти цифры. Ну, вот эффект, да, вот 130, тоже последние, так сказать, данные уже 130. Я это всем говорю, больше 100 сотрудников, а у нас уже там 130. Ну, надо сказать, что это рост компании, это свои проблемы внутренней с корпоративной культурой, это тоже все очень непросто. Можно как бы радостно об этом говорить, но я порой, если не знаю, кто приходит в коллектив, то есть, ну, какая-то здесь должна быть уже другая культура. Вот, и перспективы прямо сейчас два слова. Это вот шелковое производство. Это сложнейшая тема, мне кажется, она на три порядка сложнее, чем все, что мы делали раньше. Мы хотим это делать, это слева наши ткани, которые хранятся на Красной площади Дума 1 в Гиме, с клеймами «Коломенский уезд», «Гури Левин», «Эрмитаж», «Русские музеи», везде они есть. В Коломбе нет ни одного кусочка нашей ткани. На антикварном рынке мы купили одну единственную шаль атрибутированную, что она коломенская. Ну, в общем, мы к этому подступаемся. Комплекс будет на 2000 квадратных метров. Заходим в стены бывшей шелковой фабрики «Архип Касси Бабаев» в 1823 год. То есть это очень важно, войти в те стены, в которых это было, я говорила об этом вначале. Ну, вот свечной завод, заводик, вот этой фотографии из «Айренбриджа», музей, который, в принципе, меня вдохновил на эту всю историю. Это очень простое производство. Важно, что в музее «Коломенской пистелы», в котором сейчас находятся, жили два брата, один делал мыло, другой свечи. И это тоже, как бы сказать, наша история. Ну, фарфор. И вот это тоже момент такой важный про среду. То есть наш архитектор, делая нам объекты, приносит старые фотографии, говорит, выбираем из этих трех, потому что их больше нет. И мы заказываем вот эти короны, сливы, скобянку, в Ярославле у реставраторов, потому что ближе никто не делает. Я думаю, что заводя моду вот на эти красивые дома, нас уже спрашивают чертежи заборов, чертежи наличников. Мы с удовольствием бесплатно их отдаем. Лишь бы делали так, а не ставили рифленые старые, рифленые вот эти стандартные, и не делали обо что. То есть это уже работа с сообществом практически, с местным, для которого вы начинаете работать, как образец такой более осмысленный. Я думаю, что наши объекты фотографируют, потом заходят, задают вопросы, задают вопросы архитектору. То есть у людей может быть понимание, что красивым может быть только хай-тек или что-то там классицизм какой-то, а вот то, что вот эта провинция может быть такой притягательной, вот это так неприятно, что мы заражаем как бы этим в хорошем смысле. Наташа, прости, пожалуйста, но я прям вынуждена напомнить о времени. Вот это мне там все в колонну, видите, вот, все в сад. Да, все в колонну. Спасибо большое. И все-таки мне хотелось бы перед тем, как мы перейдем к какой-то финальной панельной дискуссии, подведем итоги всех наших сессий, все-таки задать хотя бы по одному вопросу всем участникам сегодняшнего разговора. И поскольку он один, то я, пожалуй, задам вопрос, который меня, например, больше всего взволновал и заинтересовал в ходе ваших рассказов. Мы говорим о том, что все проекты, которые мы сейчас прослушали, они очень динамичны и успешно развиваются. Но каким образом вы сами для себя видите и обозначаете пределы роста? Есть ли границы вашего расширения и развития? И каковы они? Можно по очереди, Наташа? Это вопрос ко всем. Я бы хотела, чтобы каждый ответил. Я говорила про исследование. У нас есть эскизный альбом, который мы делали вместе со студентами и мархи, еще давно, когда был наш Глазачев с нами. И, в принципе, границы 2,5 квадратных километров очерчены территориально. Но когда ты начинаешь работать с объектом, появляются какие-то новые и новые направления, которые хотелось бы туда вместить. Вот я сейчас поясню, про что я говорю. Вот шелковая фабрика, которую мы придумали, что такое делать шелк на жаккардном станке? Это один сантиметр в сутки от качества. Один сантиметр в сутки. Ну как эти вот девичьи хотелки? Это же додационно очень. Это же надо содержать. Это надо себе позволить это сделать. И здесь начинается уже другая история. Ты уже думаешь, а как это себе позволить? За счет чего? Вот делаем там уникальную кофейню будем делать. Спешил эти кофе. Это какая-то третья волна кофей. Нашла людей. Это раз. Ресторан. Тоже надо. Если мы говорим про комплекс 2000 квадратных метров. Вот коллеги, да, то есть вокруг здесь что-то очень большое делается. Люди должны обязательно пересекать. Вы ищете какие-то активности, которые станут донорами. Вот это ядерные. Активности связаны с сохранением технологии нематериального наследия. Чтобы позволить себе самим это содержать. Заниматься этим нематериальным наследием. Сейчас скажу вообще совершенно такую вещь. В институте Косыгина текстильном, в котором мы ездили, разговаривали с ректором, он сказал, что они сейчас специалистов не готовят. Станки они не используют. Станков жаккардов практически нет. То есть это все просто тихо умерло. И он мне вдруг говорит, говорит, ну вы знаете, вот кто-то там хорошо живет. Какие-то он там назвал предприятия, которые делают там льняную ткань для боингов, чтобы имя клеивают крылья. И они себя очень хорошо чувствуют. Вот я думаю, что мы тоже займемся или боингами, или какой-нибудь нанотканью для медицины. Значит, иначе не выжить. И 2000 метров надо заплатить аренду. Это надо отреставрировать. Это надо сделать красиво. И потом один сантиметр в собственность. Абсолютно. И поэтому как-то совершенно очертить и говорить, что мы будем делать только так, это можно сказать только, когда ты войдешь на адрес, на новый, кстати, новый адрес, уманское 3D. Мне очень нравится 3D. Так повезло. Поэтому, в принципе, границы какие-то есть. Объекты интересующие у нас, их порядка 10, они есть. Ну а что там в каждом внутри зашито, это уже в процессе работы. Елена, а вы как можете обозначить эти границы? Есть ли они у вас? Или вы, в принципе, готовы экспансию расширять, насколько это позволит, так сказать, среда? Ну, у нас абсолютно точно нет никаких границ роста, есть только перспективы роста. И когда мы чувствуем, что мы начинаем упираться в какой-то там потолок, когда нам что-то мешает увеличить посещаемость нашего ресторана, музея, мы строим новый ресторан. Когда мы понимаем, что нам границы Вятского начинают быть тесными, становятся тесными, мы завоевываем, уходим на новые территории. Тому пример, вот открытие нового музея Ярославля, да, и другие города у нас тоже в планах есть. У нас сейчас усадьба Наумовых в Рыбинске реставрируется, там тоже будет музейный ком... Музей будет однозначный, есть еще у нас виды на другие города Ярославской области, так что мы себе видим только перспективы. То есть вся страна у вас как бы перед вами? Ну, точно в рамке мы себя вгонять не будем, у нас сейчас планы такие планетарного масштаба, это войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы сейчас начали эту работу. Это делается для того, чтобы все то, что создано руками команды Олега Алексеевича за эти 10 лет, чтобы это можно было сохранить и поддерживать в должном состоянии, на должном уровне. Спасибо, Тиму. Как вы видите границы своего роста? В своей речи нельзя просто сесть в ручки сложить и довольствоваться тем, чего достиг на этот момент. То есть успокаиваться нельзя, и надо думать о том, как улучшить работу своей организации. Но в то же время, мы сегодня много говорили об устойчивости, устойчивом развитии, и вот эту устойчивость, ее надо иметь в виду. По-разному можно говорить об устойчивой, да, это финансовая устойчивость, финансовая стабильность, уровень риска, на который вы готовы выходить. Об этом тоже все время надо думать, и думать аккуратно и внимательно. И мне кажется, что устойчивость, устойчивость этики, стабильность этики, с кем вы работаете, как вы работаете, нельзя забывать изначальные цели своего учреждения, своей институции, нельзя как бы бездумно расширяться. Надо думать и об экологической составляющей. В этом году мы много об этом говорим в Финляндии, что значит для музея быть устойчивым с экологической точки зрения. Так что это хороший и очень сложный вопрос, и организация должна внимательно и тщательно продумывать свои цели, свою миссию. Я уверен, что у нас еще есть пространство для расширения, но в то же время все вот эти различные аспекты устойчивости в долгосрочном планировании должны очень четко у вас в голове присутствовать. Спасибо. Thank you for talking about sustainability. That is important. About eight years ago, when I still had one museum, Mr. Nikishin, my teacher, former teacher, came to see me, and I'm actually very grateful. He sent me to study in Shaninka, and he told me that, Natasha, I can see that this museum and what's going to happen here is that it should become a route for national brands that will go beyond the borders of Russia. I think it was a very proper approach, and I'm really grateful to my teacher. I don't know if I can say anything up to this final conclusion. I guess we'll wrap up here, and of course we will need more time, but I think it is only a beginning of a discussion. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует...